Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник работники культуры. О том, что притягивает в эту профессию и кто такие творческие люди, расскажем в следующем материале. Елене Ивановне Вергуновой любовь к культуре приявили в семье с детства. С тех пор творчество не покидало ее и стало главным ориентиром в жизни. Никогда не задумывалась над вопросом, почему. Может быть, потому что мы жили на тыковылке 2А, дом находился практически наискосок от дома культуры. Бабушка всегда любила приходить на мероприятия. Мама была участницей одного из первого составов народного ансамбля «Хаяр». Поэтому мне всегда здесь нравилось, и я с детства здесь. Люди, выбравшие творческие профессии, не просто создают культуру, они являются ее хранителями. Ведь без прекрасного наша жизнь стала бы совсем иной. Конечно, это очень сложно, потому что праздники, выходные, ты на работе. Хочется отдыхать вместе с семьей, вместе с детьми. Мои дети уже к этому привыкли, они на этом выросли. Хорошая, потому что, не знаю, я прихожу на работу, может быть, когда-то с плохим настроением или еще что-то. А приходишь на работу, все забываешь. Работа в культуре – это огромный труд, который не всем по силу. А для тех, кто сделал свой выбор в ее пользу, она и есть вся жизнь. Не все могут люди выдержать такую нагрузку, и нашу профессию может понять только творческий человек. Простые люди, они идут в культуру работать, или там за большой зарплатой они не идут. Идут только творческие люди, которые любят свою профессию. Мы, я думаю, что творческие люди, мы немножко особенные люди. Есть у нас свои тараканы в голове. Выбор профессии – сложное решение, а иногда спонтанное. Так и вышло у любимого зрителями в нашем регионе режиссера-постановщика Дворца культуры Арктика Дениса Семяшкина. Смеясь, он рассказывает, что учиться не хотел уже в школе. И участие в театре помогло ему закончить и школу, и технику. А потом он поступил в колледж культуры, и все встало на свои места. Я никогда не думал, что я буду работать именно по этой профессии. Видел себя, возможно, даже пожарным где-то, где-то учителем, несмотря на то, что не хотел учиться. Ну вот, не знаю, люблю свою профессию. Сложная профессия? Порой. Порой очень сложная. Но когда все заканчивается, все прям, ну, только ради этого и стоит жить, кажется. Как известно, у работников культуры нет праздников, потому что они делают праздники для других. А еще нет обычных выходных, свободных вечеров и порой даже времени на родных и близких. На самом деле это очень большой труд. Это огромные силы уходят на подготовку, огромные силы уходят на вынашивание всех этих идей и на реализацию этого всего. Поэтому за красивой картинкой, за красивой оберткой стоит неимоверный труд, к которому идет большая подготовка, очень много где-то нервов, где-то, наоборот, радостных моментов. Все это нужно сложить всегда воедино, чтобы это получился некий красивый продукт, который мы можем подарить всем зрителям и нашим поклонникам Ненецкого автономного округа. Поэтому в культуре работать хорошо и очень сложно.